привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег сейчас я сделаю небольшое разъяснение по поводу skype консультации почему некоторым я отказываю skype консультации казалось бы именно skype консультации всего из нашего моего проекта является коммерческой тут зарабатывая не хочу называется да то есть мы с вами еще одни не встретились вы а вы уже отправили мне там какой-то гонорар да за 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 именно за консультацию со мной ну я отказал вам или просто не связался вот из-за чего все это происходит я вам сейчас попытаюсь объяснить то есть вот смотрите правило как я провожу именно консультацию то есть вы заранее записываетесь пишите мне вот на адрес который здесь внизу вы сейчас видите описываете свою ситуацию свою проблему и тут уже в зависимости от того смогу я вам помочь или не смогу я вам помочь я пытаюсь либо назначить либо проигнорировать либо ответить отрицательно ваш адрес то есть почему именно то есть в основном в основном вот в 90 процентах случаев что касается именно адекватных нормальных собак а собаки у нас являются в основной своей среде адекватные нормальные то есть исправить ситуацию достаточно просто но по стилю письма и по стилю запущенности проблемы значит я начинаю понимать что ну не получится у нас данным автором этого послания как бы сработаться я вижу там ну немножко истеричность поведения я вижу нетерпение и уже по опыту примерно могу оценить сможет человек или не сможет решить самостоятельно без помощи кинолога или зоопсихолога выработанную проблему почему потому что вот ну вот еще раз хочу сказать что практически в ста процентах случаев когда я наношу личный визит собака начинает вести себя адекватно то есть она начинает ходить рядом хотя к не ходила рядом не бросаться на кошек это бросалась она на кошек до этого да там в общем когда ставишь собаку определенные рамки которым она привыкла именно не очеловечивая животное то собака начинает вести себя адекватно когда ты используешь правильные средства контроля над животным то есть не ошейник обыкновенный поводок да а там допустим ну пусть это будет ринговка пусть это будет какая-то недоуздок до дрессировочный вот но когда то же самое все те же самые средства контроля начинает брать на себя именно владелец собаки то есть когда я ухожу вот то здесь начинается все то же самое и вот если я чувствую этот момент что человек не сможет справиться со своим животным тут ну для чего я буду брать с него эти 500 рублей тем более люди обращаются в основном ну как бы ну несостоятельные именно те у кого не так уж и много денег поэтому основные правила как в усредненном случае вести себя я выкладываю на своем канале здесь вы можете посмотреть совершенно естественно в усредненном виде как выработать ту или иную команду тот тот или иной цирковой трюк как правильно научить собаку вести себя адекватно в той или иной обстановке это я все показываю и бесплатно зачем я буду за 500 рублей отнимаю у вас эти не лишние для вас деньги проводить такую консультацию поэтому некоторые пользователи тем более если еще пишут что я готов вам заплатить но у меня там материальные проблемы если такие слова я встречаю я вообще стараюсь как бы не 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 прибегать к такой skype консультации смотрите у меня 80 процентов всех правильных поступков как нужно вести себя собакой бесплатно выложены на моем канале поэтому абсолютно без денег заходите ну и теперь еще раз давайте повторим что нужно для того чтобы я назначил консультацию и так первая консультация skype консультации является платной то есть вы пишите мне на указанный адрес описываете проблему свою и в зависимости от того значит что сможем мы исправить эту проблему не сможем мы исправить эту проблему я вам говорю что мы можем исправить эту проблему вы пересылаете мне гонорар тоже на указанный счет и мы с вами созваниваемся обговариваем заранее то есть где нужно поставить камеру какой микрофончик там чтобы у вас работал чтобы я видел поле тренировочное поле с животным но если вам просто нужно поговорить для того чтобы поддержать и вы распределяя располагаете данными средствами то в принципе мы можем и поговорить просто с вами но не очень очень я хочу чтобы это было материальном плане для вас адекватно хорошо и красиво и и всем было хорошо от этого то есть вот так это вот друзья заслужите доверие заслужите уважение и вас все получится с вами был канал я ему хвост я его автор и ведущий олег спасибо и а